Арт-директор Михаил Нозик просил передать, что на сайте бюро опубликованы проекты, которые мы сделали для двух своих клиентов, Копиката и Сэйгеймса. Во-первых, в бюро разработали сайт Копиката. Это новый продукт создателей кофеин «Человек и пароход». Кофе из Азии в удобных дрих-пакетах. Кофе Копиката готовят за две минуты, а на вкус как хорошая альтернатива из фильтра. Сайт пропитан азиатскими мотивами и весь из себя диагональный. Во-вторых, в бюро разработали вторую версию сайта игрового издательства Сэйгеймс. Сэйгеймс сейчас переходит играм с гибридной моделью монетизации и ищет партнеров-разработчиков. Новый сайт знаменует прошедшие изменения и рассказывает о достигнутых издательственных успехах. Сайт все такой же нарядный и запоминающийся, как и предыдущие версии, сделанные в бюро. Лучшие игры сейчас поданы так, чтобы в них сразу захотелось поиграть. Проекты обоих наших клиентов объединяет то, что они сделаны на карандашике. Карандашик – это платформа-бюро для разработки сайтов. Его сила в том, что страницы верстают дизайнеры-редакторы, а не разработчики. И сайт на карандашике легко поддерживать. Карандашик работает в облаке, и несколько участников проекта могут редактировать одну страницу одновременно, как в гуглдоках. Благодаря этому проект не буксует из-за согласования между членами команды и составления бесконечных баг-листов. Чтобы ознакомиться с проектами бюро для копиката, сейгеймса и других клиентов, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Артем Реха. Исходя из чего, вы верстаете картинки так, чтобы их нельзя было просто скопировать. Как я понимаю, защита авторских прав тут ни при чем. Артем, иногда я делаю конспекты интересных штук, а для извлечения бюрошных картинок приходится лезть в код элемента. Артем, я с вами согласен, что нет ничего хуже, чем когда прячут картинки из страха копирования. На сайте бюро действительно не так легко их вытащить из сайта, но не из-за того, что мы их пытаемся от кого-то защитить. Это связано с тем, как устроен у нас движок. Как известно, книги бюро и сайт бюро сделаны на инструменте, который называется карандашик. Карандашик устроен таким образом, чтобы на нем было удобно верстать дизайнера. И как это работает? Один из главных принципов – это модульность. Представим себе какой-нибудь книжный разворот, который у нас, я имею в виду на наших интерактивных книгах, который принимает форму окна браузера. Он может иметь любые размеры, любые пропорции. Соответственно, когда мы в коде странички пишем, предположим, rows или calls, то есть строки или колонки, это пространство, большой модуль этого разворота делится на какие-то подмодули. У нас получаются разные модули, разные фреймы, в которых можно что-то верстать. И дальше, соответственно, в эти фреймы или в эти модули можно ставить, например, текст, картинки и так далее. Так вот, что касается картинок, поскольку для нас важно, чтобы верстка оставалась модульной, соответственно, а пропорции при этом у каждого модуля могут быть разные. Они зависят и от того, какая сетка, и от того, какая форма окна. Соответственно, мы должны определить, как картинка и модуль друг с другом взаимодействуют. И здесь мы как раз тоже очень также используем дизайнерские термины и способы. Это как в индизайне. В индизайне есть, как известно, две команды. Fit to frame для картинки и Fit to content. Что это значит? Что это значит, что любая картинка находится в каком-то модуле в индизайне. И, соответственно, есть и размеры модуля и картинки могут отличаться. Так же, как и у нас в верстке. Соответственно, когда мы говорим, что Fit to frame и это поведение по умолчанию, это значит, что когда у нас какая бы ни была форма модуля, картинка должна уменьшиться для того, чтобы встроиться, не вылезти за рамки этого модуля. Если мы говорим Fit to content, то наоборот, собственно, модуль свои размеры подстраивает под размеры картинки. Соответственно, это только два. Есть еще такие штуки, как fill-модуль. Такой есть способ. Это такой режим, при котором картинка полностью заполняет модуль. Но если она, поскольку их пропорции могут не совпадать, соответственно, она обрезается. Если она вылезла за края, с боков, то она с боков обрезается. Если сверху вылезла, то она сверху обрезается. Это fill-модуль. Есть еще bleed. Это когда картинке разрешается выйти за пределы модуля, если она не помещается в каких-то штуках. Так вот, для того, чтобы эти режимы работали, разработчики поняли, что это будет гораздо проще сделать, если использовать для отображения картинок background-свойства. Соответственно, из-за того, что так устроен браузер, чтобы бэкграундную картинку так просто не вытащить, к сожалению, вот есть такой побочный эффект. Но плюсы удобства разработки самого сайта, это для нас перевешивает. Ну и, к сожалению, сам я, конечно, тоже чертыхаю, что чтобы вытащить картиночку, нужно немножко больше времени. Генри Чарльз Чинаски. Дом амеба – это хорошо. Дом нужно стараться не упаковать в какой-то базовый прямоугольник, а наоборот. Чем больше дом похож на какую-нибудь амебу, из которой растут псевдоподии разные, тем, соответственно, больше вариантов сделать комнаты, у каждой из которых есть окна. И более того, этот же дом с этими псевдоподиями, как у амебы, он делит пространство участка на интересные зоны. А разве при такой компоновке стоимость технической части, отопление, вода и прочее, не возрастает многократно? Генри, ну давайте разбираться. Что касается воды, ну здесь вроде бы трубы не самое дорогое, что есть, поэтому здесь, собственно, если вам надо куда-то провести трубу, совершенно длина трубы не сильно на стоимость, мне кажется, дома повлияет. Что касается отопления. Если мы используем теплый пол для отопления, соответственно, то стоимость самого этого отопления, для того, чтобы его сделать, она зависит не от формы дома, она зависит от его площади. И в этом смысле совершенно не важно, у вас одноэтажный дом, двухэтажный, многоэтажный. Если вот какая площадь, вот столько вам и нужно, соответственно, ее устлать этими трубками, нужны, соответственно, коллекторы и так далее. Соответственно, здесь вопрос просто, какого размера вы дом хотите, большой или маленький. Если у вас дом большой, то, конечно же, чтобы его отопить, нужно больше, соответственно, материалов на это дело потратить. Дальше, ну и в этом смысле у нас как раз от конфигурации модулей наших, да, то есть их не зависит стоимость дома конечного. То есть их можно, естественно, составить в виде амебы, а можно и просто сделать из них паровозик, то есть обычный прямоугольный дом. И в этом смысле никак на стоимость материалов это не повлияет. Дальше есть еще стоимость эксплуатации. То есть здесь, безусловно, есть момент, что, конечно же, если у вас площадь внешних стен больше, да, то есть как бы прямоугольный дом, естественно, у него одна площадь стен. А если этот дом как бы ему придать какую-то более сложную формулу, то есть, естественно, площадь стен увеличивается. И, соответственно, в этом смысле он становится менее, как бы, то есть он начинает больше тратить тепла. В этом это правда. Но, соответственно, в нашем случае есть плюс, что наши каркасные дома энергоэффективны и очень хорошо сохраняют тепло. Поэтому как раз, собственно, эта технология и дает возможность получить вот этот кайф использовать, собственно, дома более сложной формы для того, чтобы их расположить и разрезать ими участок так, как нравится. Вот, собственно, есть еще, естественно, история с тем, что, о чем нужно помнить, что, конечно, уже дорогая часть дома – это фундамент. И в этом смысле, конечно же, дешевле будет обходиться многоэтажный дом. Это, в принципе, всегда так было себе. Почему многоэтажные дома выгоднее строить, чем одноэтажные? Вот, но это уже, как бы, другой вопрос, да, потому что, если вы хотите двухэтажный дом, или, как правило, вам придется его ставить все равно сразу. Вот, или если вы хотите сразу большой дом, естественно, вы можете сразу сделать его дешевле, чем если будете строить его постепенно, но, тем не менее, не все могут это себе позволить. То есть, если вы мечтаете о большом доме, но не можете его сразу построить, как раз вот эта вот история с тем, что вы можете его построить постепенно, она как раз приходит вам на спасение. Потому что, как бы, большой проект, вот этот проект жизни, его можно разбить во времени и уже сейчас начать, собственно, к своей мечте идти. Борис Бессонов открывает женой агентство дизайна и разработки сайтов и положений, что нужно сделать, чтобы найти первого клиента? Борис, это вопрос непростой, конечно же. Ну, чтобы я мог посоветовать, конечно же, рассказать всем вокруг то, что вы открываете агентство. Это нужно рассказать на всех старых работах, на текущей работе. Нужно рассказать всем друзьям, расрубить всем, чтобы все знали, маме, папе, всем дальним родственникам. То есть, всем нужно рассказать, что вы открываете компанию для того, чтобы хоть кто-то через своих знакомых вас поддержал. Как правило, люди, ну, знакомые люди, тем более родственники все, относятся, естественно, с трепетом к вам. И, соответственно, уж обязательно они что-нибудь придумают. Наверняка всплывет память. А вот мне тут кому-то нужен сайт сделать или что-то такое. Это хорошая вещь. Привяжитесь, пристаньте к кому-нибудь, у кого есть какой-нибудь, не знаю, блог или канал и так далее, для того, чтобы, собственно, там какой-нибудь знакомый про вас тоже написал. Вот смотрите, вот мои бессоновые хорошие знакомые открывают студию сайтов и приложений. Пожалуйста, обращайтесь к ним. Рекомендую. Ну, и, собственно, если бы вы тут написали название своей студии, то есть, оно, возможно, в титрах бы тоже появилось. Но, увы, к сожалению, вот только ваше имя Борис Бессонов. А приз за самый интересный вопрос хочу вручить Борису Бессонову. И в качестве приза у меня есть такое предложение. Я могу вам и вашей жене, собственно, предложить, не знаю, полчаса встречи со мной для того, чтобы, если у вас есть еще какие-то вопросы, чем-то я могу посоветовать в связи с вашим новым предприятием, с которым я вас поздравляю. Соответственно, мы можем с вами пообщаться. Вот. Если хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А все остальные, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарии, с чем вы согласны, не согласны в моих ответах. И, конечно же, пожалуйста, порекомендуйте наш канал и этот ролик, в частности, всем знакомым, которые интересуются дизайном, редактурой, управлением проектами и, конечно же, стройкой и дизайном загородных домов. Все. Конец. Точно. Фин. Для дизайнера самое главное – это база проблемы с дизайном, бывает связана не только со знаниями и так далее. Пользователи, менеджеры, контролеры, аудиторы. И любой реальный продукт – это все равно продукт компромиссов. Это же суперсложная система и бизнес-процессы там ого-го.